Ребят, здорово! Я всегда катался на том же железе, которое вам и предлагал. Когда-то мы тестировали экзе, и там продавали экзостары, и я катался на экзостаре. Потом я катался на ультимейте, мы продавали ультимейты, и потом я катался на круэли, и сейчас катаюсь на круэли. У меня, кстати, вообще самая первая версия рамы. Не какой-то мегаэксклюзив, не титановая рама, замаскированная под обычную. В общем, на моем велосипеде нет вообще никакого эксклюзива и кастома, все серийное. И внезапно мне пришла в голову идея. А почему бы все-таки не сделать себе нечто необычное, ну хотя бы в качестве эксперимента? Не потому что я там сделаю себе что-то, чего и у других не будет, или там я особенный, не, нихуя. Просто есть возможность проверить несколько очень необычных концепций и труп на своем велосипеде. И сегодня вы увидите, как мы построим самую легкую и первую в мире МТБ стрит-раму из итальянских труп дедача для шоссейника. Еще и в добавок пайну. Вот она уже на стафеле. Погнали! Айван, расскажи нам, сколько стоит твой велосипед. Вот он с виду, ребят, вот пока Ваня не сказал, я сам охерел. Я вот глядя на этот велосипед, ой, услик, все красивенько. Везде градиент, как дети говорят, да? Градиент, градиент. Градиент. И вот, ну вот так вот кажется, да, ну сколько там, рама 25, вилка 50, ну что там, колеса, маунтинбайк. Подписываемся на канал и ставим лайки. Еее, слушайте, что он говорит. О, как раз мы разглядим велосипед, пока Ваня отдыхает. Смотрите, тут МТБ-кремки, ваши любимые пластиковые педалы. Блевотал седло, уже приунывшее немного. ХХЕ, попробуй найди вообще где ее. Рама Экспериментал, но вот этот вот вилсет на вот этих вот спицах, сколько стоит Айван? 1500 долларов с доставкой. За два колеса? За два колеса. О май гад! А сколько стоит вот эта вот вилка Кашима? Блин, боюсь, что это врать, но что это типа 1200, по-моему, 1100 долларов. Это уже 2700. Да? А если вы приглядитесь, инновационные технологии от ФОКС в 2021 году, это болты а-ля маниту и отсутствие, в общем-то, какой бы то ни было быстросъемной оси. То есть они вас нах***ю вертели, проще говоря, с вашими технологиями и удобством. А я вот запикаю. Ну и что же у нас получается? 300 тысяч реально? Плюс-минус. Плюс-минус 300 тысяч. Откуда деньги, Айван? А ну по новым запчастям. Откуда деньги, Айван? Слушай, я в Москве же. Слушайте, реально, велосипед очень лютый, я на нем еще не катался. Но вот когда берешь в руки, он легче, чем мой на жесткой вилке, чтобы вы понимали. А у меня велосипед, он как бы, ну не в два раза меньше, но сильно меньше, сильно меньше. Мой без вилки, как бы, и все остальное прочее. Вопрос! Ребята, вот каталог труб Дедачай. Что это за трубы? Это бесшовный хромоль дабл баффет. Что у нас тут есть за варианты? Ну, для плюс-минус адекватных людей, есть труба 080509 диаметром 38 мм, есть труба 080509 тоже диаметром 38 мм, не вижу, с честно, между ними разницы. А, разница в длине. Одна типа предлагается на down tube, другая на top tube, либо тоже на down, если он короткий. Потом есть труба 080608, есть труба 080508, и есть труба 080508. Я думаю, по галочкам на этом листе вы уже поняли, какие трубы будут у меня. Они предназначены исключительно для рот, для дороги. Чтобы вы понимали, у Круэлла, конечно же, не такие длинные трубы, они гораздо короче. Сейчас я вам продемонстрирую разницу в весе между нашей стандартной трубой, которую мы используем, которая реально очень прочная, на которой все катаются и проблем с ней нет. И вот этой трубой, которая, ну, скорее всего, не знаю, сколько она по катушек выдержит, скорее всего, она сломается. Вопрос в том, насколько быстро. Но у меня-то трубы еще и обрезаны под совершенно другую длину. Вот это топ. Это down. Ты что, down? Мы уже проводили этот эксперимент, естественно, но я забыл, сколько. Так, сейчас. 275 грамм. Это раз. 210 грамм. Это 2. Итого у нас с велосипеда уйдет. А сколько эта труба? 545 весело, да? Ну, нужен калькулятор. Ребят, я, кажется, получил точный вес рамы, который он получится. На самом деле, это шифр. Лё шифр. Я так давно не клевал носом, зато седло удобно приходит. Сейчас будет барспин. Блин, ребята, за счет веса, за счет того, что ультралегкие, ультралегкие колеса, очень легко вращается руль. Серьезно вам говорю. Несмотря на то, что здесь вот эта вся елда огромная, она вращается суперлегко. Просто супер. Да, перетрешь. Баник. Это же стритовый вень. Это факт. Это факт. Блин, я собрал отзывы, и мне Костян Андреев пошел, и много кто сказал, что нужен руль чуть-чуть повыше, то есть буквально на полдюйма, потому что, типа, все говорят, что положение тела немножечко некомфортное. Хотя здесь не самый низкий руль, но вот по отзывам примерно так. 9,75, если, друг. 9,75. Мой 10,6. Килограмм можешь, это бутылку колы можешь припределать. А ты сделаешь банилист на Маймерике? Блядь, я на своем не сделаю. А-а-а-а-а. Фейлы будем вставлять? Конечно. Я в первую везде стою, блядь. Блин, чувак, ну ты дал. Это был Оманский Ваня, вот ты рассказывал сейчас про свой первый велосипед, скажи еще раз, как он назывался? Atom Uno Чтобы это не значило А ты в курсе, что они сейчас типа вернулись, у них есть BMX Atom? Да Я не знаю, кто владеет этим брендом, но я сначала подумал, что сейчас... Это русский бренд Ну был русский Его Веломир возил Да, я Веломир и покупал свой первый велик И как тебе был мистер Дёрд Уно, он так назывался? Мистер Дёрд, точно, точно Слушай, если честно, мне казалось, что это просто бомба И тогда типа было супер нетипично стальные рамы То есть это было скорее нонсенс, потому что все были на алюминиевых Было... Быстро сломало? Слушай, я его продал, я поставил на него стальную вилку Нет, сначала я поставил на него вилку 150 миллиметров Убил вилку, потом поставил стальную, продал и через неделю чувак дропнул раму, короче Вот, так что я удачно это Стал кидать людей до того, как отстал в мейнстриме Итак, первым делом, естественно, нам нужно раму прихватить Этим занимается специалист, менеджер по прихваткам с Синюни Температура в помещении близка к точке кипения Как говорил Верник, 36,8 или сколько там его, точка кипения Точка кипения говна в жопе Кипения говна в жопе Продолжение следует... Продолжение следует... Сделаю свою раму без косынок, покатаюсь на ней, я думаю, все будет хорошо. Ну, смотрите, какая она изящная. Потом я приварю вот эту косынку, она, блин, тонкая. Подожди, не верти, не верти, просто дай ее заценить. Ребят, смотрите, даже какая маленькая область термического воздействия. Ее почти нет. Ее почти нет, да. Если еще добавить обдува, то ее не будет. Да. А когда приваришь эту косынку, она мега тоненькая. Блин, что бы я ни делал, пока не получается добиться вот такого, например. Это при том, что она миллиметровая, она не прям мега тоненькая. Да, да. Но я просто видел УТПшные косынки, они типа прям жирные. И у них шов-то получается крутой, потому что, ну, она славляется аккуратно и не горит. Не, ну, может быть, мы когда-нибудь от них откажемся на кос... Ну, на кос... Или, может, когда-нибудь я просто прокачаюсь и смогу делать нормально. Ну, косынки, ребята, это небольшая прибавка в весе, если что, это всего 25 грамм. Ну, было бы любопытно продать без них и посмотреть, что будет. Но тут, как видите, все получилось охуенно. Вот так вот. Ну, слушай, выглядит-то нормально. Просто не так красиво, как... Ну, терпимо, ну, чистый шел, да. Да, 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 да. Ну, главное, это функционально, без каких бы то ни было дефектов. Ну, что ж, после некого перерыва закончен задний треугольник. Он прихвачен. У нас будет реально суперэксклюзивный рам. Это будет гибрид. Передний треугольник здесь, в том числе и косынки потом появятся. Вот этот узел. Здесь мостик. Здесь и нижний мостик. Это все будет на пайке. Дропауты к перьям. Ну, а концовки перьев, естественно. Ну, и здесь уже подсидела каретка, поскольку это заготовка. Это все на сварке. Ожидаемый вес. Должен всех очень сильно удивить, с учетом габаритов этого изделия. Это все-таки не Бумикс Рам, а полноценный МТБ Стрит. Ну, и самое интересное, конечно же, это как долго она протянет, если, конечно, не заниматься глупостями. Мне кажется, что с учетом того, что мой велосипед очень серьезно скинул в весе, и за шатунов, и за рамы скинет, можно вернуться к телевип-челленджу. Ну, что думаете? Банилип-челленджик, кто забыл. Вот такой, блядь, джембл на троечку. Зато фуэр на отлично. Да. Слушай, ну вот это бес. Короче, ребят, пилатес, пилатес, катайтесь, если вам за 30, делайте пилатес утреца, катайтесь, потом функционалочку. И все, что вы делали в начале катания, у вас будет получаться без боли. Бигет взял стритовый велик. У-у-у! Ни фигда не умел, это пилит. Походай! Слушай, давай, давай попробуем. Ребята, спонсор нашего сегодняшнего влога магазиньюспортс.ру который вы можете собрать и такой же вели как у меня и очень крутой БМХ у нас есть целая куча клевых брендов Shadow, Odyssey, OneKind ТСБ, Стресс, Карма, Редбум и Х устану просто перечислять что у нас там только есть короче залетайте по ссылочке в описании велосипеды и запчасти в наличии хорошего вам сезона мне кажется хватит ты ходишь на краюшке ну что ж господа, рама готова я пропустил этапы приварки и припайки заднего треугольника ну уж извините, не мог я тут находиться в таком времени подряд появились косынки они тоже припаяны в общем все это выглядит действительно очень необычно и давайте же взвесим ее это самый интересный момент всего предприятия вот так вот кайфово очень нравится она конечно же не покрашена сейчас мы об этом с вами поговорим и 2 кило, да? тут даже лишние какие-то набежали я только что взвешивал было 2 кило ну не суть, 2 кило я конечно рассчитывал на кило 900 может быть там кило 960 ну не важно все равно очень легко получилось тут стандартный наш верхний мостик нету единственное что нижнего мостика но он тут и не нужен потому что огромный катет у паянных соединений сейчас нам с вами нужно выбрать цвет этой рамы всем дружно в комментариях а также можете заходить еще в голосовалку в сообществе ютуба и в контача давайте в общем решим во что мы ее покрасим я лично склоняюсь к прозрачному лаку на вот эту всю красоту и дальше можно будет собрать ее спет и я думаю, что с учетом наличия такого невероятного снаряда экспериментального и интересного реально первая, первая рама стритовая паяна такого еще не было в общем нужно вернуться к Беннивип-челленджу ну мы об этом с вами поговорим в следующем выпуске так что рама едет на покраску я буду вот первый день после выхода этого видоса читать все ваши комменты и прислушиваюсь к вашему мнению посмотрим солидарный в основной в плане прозрачного лака определимся, покрасим ее и соберем очень-очень необычный велосипед на котором единственное, что пятер, наверное, не надо будет учить и делать а все остальные трюки, я думаю, он вполне себе выдержит все, друзья, большое спасибо за внимание увидимся в следующих видосах пока